Привет, друзья! Сегодня мы поговорим о QA и о том, как искать тестировщику работу в Кремниевой долине в США. Моя сегодняшняя героиня Мария Ероцкая, а спонсор сегодняшнего видео — школа по подготовке программистов и тестировщиков Programming Academy in Silicon Valley. Все курсы рассчитаны на людей без опыта в IT. Цель — подготовить к прохождению технического собеседования с нуля, научиться писать код, решать задачи на алгоритмы и быть востребованным специалистом в любой стране, в том числе в США. Все преподаватели — опытные разработчики из топовых компаний, которые умеют объяснять сложные вещи простым языком. Ссылка на курс в описании. Зайдите на сайт, посмотрите отзывы реальных людей, которые прошли курс, нашли работу и счастливы в своей профессии. Наконец-таки нашу мужскую компанию разбавлю не только я, но и Маша. У нас давно не было специалистов, девушек. Маша, расскажи о себе, кем ты работаешь. О, боги! Окей, я работаю тестировщиком программного обеспечения в Credit Karma. Как раз-таки оно сейчас скрылось. Начала свою карьеру примерно 8 лет назад в Transition в Беларуси и вот по сей день этим занимаюсь. Да. Мы с тобой из одного города. Это тоже мне особенно приятно. Расскажи о том, как ты пришла в тестирование. Я знаю, что ты окончила технический фурс. Я начала обучение в Беларуси, технический университет Букуир, как ты уже сказала, на инженера-экономиста-программиста. Программистом я не стала. И со второго курса я пошла на курсы и Transition. Это IT-компания аутсорсинговая в Беларуси. Закончила их, прошла стажировку и уже начала работать на реальных проектах. С этого мой путь и начался. Да. А помнишь свой первый проект? Да. Это был Acronis. Это была система по бэкапу Windows, если я не ошибаюсь. И это был достаточно сложный проект. В первую очередь, потому что он был первый. Вторую очередь, потому что там было очень много локализации. В принципе, локализация и сейчас ценится. И мы, например, тоже это делаем на проекте в Credit Karma. То есть это мне как-то помогло. Чем еще он был сложный. Очень много всего нового приходилось учить. А вот смотри, получается, ты училась на программировании, да? Да, да. Но пошла в тестирование. Да. И я знаю не один такой пример, когда люди понимают, что программирование… Это не их, да. А что именно тебе казалось в программировании не твоим? И какие вопросы ты себя задавала, чтобы понимать, что вот пойти нужно в тестирование? У меня… Я не задавалась вопросом, как пойти в тестирование. Мне просто не нравилось, когда что-либо не работало. То есть я писала код. Простите, программисты, но если что-то не запускалось, что-то не работало, мне очень было тяжело дебажить этот код. И мне это очень сильно бесило, не нравилось. И я решила попробовать что-то в смежной профессии, то есть в тестировании. И как-то пошло-поехало. Ты помнишь, чему вас учили? Вот ты проходила этот такой курс? Да, курс был 4 недели. Всё, скажем так, началось не так просто, как казалось бы. Первое, мы сделали тестовое задание, потом было интервью. То есть это было очень достаточно приближено к тому, что мы сейчас делаем, когда проходим интервью уже в реальных компаниях. То есть было реальное интервью, реальное тестовое задание, после чего на основе этого принималось решение, будут они брать нас на курс или нет. То есть это не просто ты заплатил деньги, и окей, я начал обучение. Я бы сказала, что в Интранзишене была достаточно хорошая программа, базовая, для того, чтобы понять основы вообще тестирования, и чем ты вообще будешь заниматься в этой жизни. Те люди, которые приходят вообще откуда-то не из технических профессий, без технического образования. Ты как уже человек, который работает достаточно много лет в этой индустрии. Можешь ли дать какой-то совет, как понять, что тестирование – это то ремесло, которым этот человек хочет заниматься? Какие вопросы нужно себе задавать или где черпать какую-то информацию, чтобы понимать, о чем это вообще? Ну, я, как и мне порекомендовали, порекомендую книжку Савина «Тестирование.com». В принципе, это хороший такой экскурс. Второй момент. Мне сейчас очень нравятся курсы на Udemy. Они стоят буквально 10 долларов. Я думаю, что 10 долларов – это как бы цена, которую можно заплатить. Они смешные, при том они достаточно толковые. Можно найти реально хорошие курсы базовые для начинающих тестирования. Желательно, конечно, сразу смотреть их на английском языке, потому что очень много терминологии вы вытаскиваете из этих курсов. И уже исходя из этого, можно понять, насколько вам тяжело дается, это легко дается. Просто это, скажем так, дешевый способ понять, как это сделать. А задать какой-то определенный вопрос – нет. Это попробовать. Попробовать, почитать, понять. Может быть, поговорить больше со своими друзьями, кто работает в ТЕК, в IT, и они могут… Вообще, интересно, с ними общаться или нет. То есть, понимаете вы их язык, понимаете вы их интересы, разделяете вы их боль или нет. То есть, вот такого рода. Смотри, ты в какой-то момент решила переехать в Америку. Ну, скорее, не решила, а… Судьба решила. Да, судьба. Ну, ты тоже отправляла же все-таки и выиграла грин-карту. Да, да. И понятное дело, что те, кто сейчас нас смотрит по ту сторону, скажем так, Ютуба, да, многие из них, ну да, понятно, переехала, все легко, виза – это намного сложнее ее получить, чтобы компания заинтересовалась, но когда ты получаешь грин-карту, ее обратная сторона в том, что, как правило, ты… Вам нужно выехать, да. Да, нужно, плюс все расходы, они на тебе. Да, да. Расскажи о том, как вы рассчитывали, сколько взять с собой денег, хватило ли вам, через сколько вы нашли первую работу, как происходили эти поиски. Хорошо, ну, денежный вопрос, он, конечно, очень сложный, и какого-то однозначного ответа не дашь, потому что, когда я называю, например, какую-то сумму, мне потом пишут, я же там за 200 долларов переехал, все возможно, все реально. То есть, как бы, ну, я понимаю, что есть разные ситуации потребности тебя как человека или семьи, где ты хочешь жить, в каком районе, как вы собираетесь питаться и все такое, все остальное. Один из советов, которые мне дали – брать как можно больше денег, насколько вот у вас есть накопление, вы их все, в принципе, берите. А в интернете из советов, потому что ты очень много сам, как бы, читаешь, изучаешь эту тему, после того, как ты получаешь грин-карту, и что не только «о-о-о, все, поехали». То есть, ты сам пытаешься достать эту информацию. Советуют брать примерно запасов на 6 месяцев проживания в США, и, наверное, один из самых больших расходов будет – это все-таки проживание, жилье, особенно в Сан-Франциско. То есть, грубо говоря, если вы возьмете среднестатистический рент в 3 тысячи и множите на 6, то вы получаете 18 тысяч долларов, которые вы должны взять. Это да, уже. Ну, это очень грубо, я бы сказала. Все скорее больше зависит от того, есть ли у человека уже оффер на работу. То есть, можно же искать работу не по месту, а удаленно. То есть, на момент, когда мы уже летели, у нас не было ни одного оффера. Я начала искать работу, наверное, за месяц. К сожалению, наверное, самая большая ошибка была, что там не было телефона US, ну, то есть, американского номера. Да, то есть, обычно здесь любят писать, ну, имейл и звонить рекрутеры. И, возможно, там было достаточно много ошибок, и мое резюме просто, ну, немножко не нравилось рекрутерам, грубо говоря. Итак, значит, ну, основные затраты — это перелет. Перелет в Калифорнию не такой уж дешевый. Даже если будете лететь через Норвегию в одну сторону, то есть, без обратного билета, это примерно тысяча-полторы тысячи долларов на двоих. Вот, но в реале, если вы будете лететь там через Москву или Лос-Анджелес, то это уже примерно 1600-2000 долларов, плюс рент. Я бы сказала, что в Сан-Франциско и в Силиконовой долине адекватно рассчитывают примерно на 3000 долларов за маленькую однобедрумную либо студию. Если вы можете себе позволить жить с семьей в комнате, то, ну, мы должны понимать, на что вы идете. Вот, это тоже реальный случай, и это нормально, если люди живут с кем-то. То есть, это практикуют здесь достаточно часто, и даже взрослые люди, которым по 40 лет, они живут с кем-то. И так как у вас нет кредитной истории, то нужно заплатить примерно security deposit, называемый, который равняется чаще всего в Сан-Франциско полтора ренты, либо в два даже раза, потому что у вас вообще нету истории. То есть, грубо говоря, вы сразу выкладываете больше 7-8 тысяч долларов, просто чтобы жить в какой-то комнате. И еще вы должны рассчитать какие-то деньги на питание, может, на какие-то вещи, потому что вы летите не с огромным багажом. Мы прилетели там с двумя небольшими чемоданами, и это все, скажем так. И вам нужно купить где-то, может быть, и обувь, или какие-то вещи. То есть, вы не можете же ходить. Ну, вам хватит, конечно, каких-то вещей на первое время. Ну да, как минимум, квартиру обставить еще нужно. Квартиру обставить, потому что у вас нету ни кастрюли, ни чайника. Да, здесь дается без всего. Ничего. То есть, по сути, вам нужно купить там утюг, грубо говоря. Ну, телевизор уже ладно, не будем мы эту роскошь покупать. Без телевизора обойдемся, что мы уже. Как же без новостей, да. То есть, если ответить на вопрос, мы летели, честно, мы летели, наверное, с 14 или 15 тысячами долларов. Из них мы потратили где-то 9 тысяч долларов в первый месяц. Но нам повезло, что мой муж нашел работу на первой неделе. И тут такая система, что каждые две недели ты получаешь зарплату. Ну, часть зарплаты, половина ее. И, соответственно, то есть, та часть зарплаты, которую начал получать муж, стала покрывать наши расходы частично. То есть, мы не ушли в минус. Этой зарплаты хватало для того, чтобы жить, грубо говоря, в ноль. Да. Как проходили твои поиски работы? Сложно. Давай по порядку. Вот ты начала с резюме. Да. Ты сказала, что отклик на резюме был невысокий. То есть, резюме на данный момент, исходя из того опыта, который у меня уже сейчас имеется, это вот прям номер один, на чем вы должны работать. Вот оно должно быть вылизано до предела. То есть, оно должно быть идеально. То, что рекрутер как бы ожидает увидеть, он должен там увидеть. Если он видит что-то другое, резюме просто пропадает. Уже не говоря, ты, наверное, тоже с этим сталкивалась, о каких-то системах, которые фильтруют ваше резюме, и оно просто даже не доходит до какого-то человека, то есть до рекрутера или кто занимается займом людей. Ну, первое, у тебя было с резюме все так себе, да? Так себе, да. Но, тем не менее, какие-то звонки поступали, правильно? Да, но их было не то чтобы много, если рассчитывать, сколько резюме там рассылалось. И, наверное, вторая большая проблема была, это английский язык. Он был у меня на среднем уровне, но за счет того, что было очень большое волнение, и не было каких-то паттернов, которые тоже ожидают рекрутеры услышать, то они, мне кажется, как-то пугались, скажем так, меня, ну, и не продолжали беседу. То есть они же, ты, я думаю, по профессии тоже знаешь, что вы не можете нам сказать, что, извините, мы не можем пройти там на уровень, на следующий уровень, потому что у вас плохой английский, они вам прямо это не скажут. Они просто аккуратненько будут понять, что сейчас они ищут другого кандидата на эту позицию. Да, ну, на самом деле, если меня спросить, то я, в принципе, могу дать фидбэк. Ну, сказать, да. Ну, то есть, да, в такой лояльной форме, но мне кажется, это полезно для кандидатов, если они обращаются дальше. Это полезно. У нас был опыт, когда или мужа, или кому он, сказали, что, к сожалению, языка недостаточно для того, чтобы работать, грубо говоря, на проекте. То есть, коммуницировать с командой. Да. Это был, как бы, честный ответ. А как ты улучшала свой английский? На тот момент, так как я искала первую работу, наверняка люди не знают около месяца, что считается, в принципе, нормально. Даже быстро. Даже быстро, но я очень сильно паниковала по этому поводу, потому что муж работал, я сидела без дела, еще уезжала из Беларуси, будучи уже лидом, приезжаю и не могу найти работу. То есть, очень много стресса, было какого-то прессинга, это русское слово. Да. Да, прессинга просто на себя, почему я такая, сякая, почему мне не получается, то есть, это тоже меня как-то отбегало от того момента, чтобы получить эту работу. Спустя две недели я поняла, что надо все-таки выходить люди, не только ходить по Сан-Франциско и по магазинам, и ни с кем не разговаривать. Я пошла на ИСЛ-классы, это английский как второй язык, в Сити Колледж, которые бесплатные классы, которые мне немножко рисклипостили и дали возможность чуть более практиковать английский язык. Но именно по интервью, я бы сказала, просто вот закрываешь глаза, ну и просто пытаешься получить эту работу. То есть, наговариваешь, 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 после какого-то неудачного интервью читаешь топ-10 вопросов интервью, QA, топ-100 вопросов, запоминаешь слова, и уже на следующем интервью ты уже можешь говорить чуточку больше, то есть лучше. Вот таким образом, методом проб и ошибок, скажем так. Здорово. Да. У тебя вот сейчас, да, совсем свежий опыт, поэтому я думаю, что мы вернемся к нему позже, с обновленной информацией, как это все происходит, как это было прекрасно. Расскажи тогда, куда ты устроилась, вот через месяц ты нашла работу. Что это было за компания? Это был стартап, при том кредит карма это тоже стартап, просто огромнейший. Да, это 6 этажей. 6 этажей, тысяча человек, но мы по-прежнему стартап, мы не паблик. Это был стартап, инжиниринг-тим был примерно 50, 50 человек? Нет, я бы сказала 25-30 человек, то есть компания вся была примерно человек 60-70, и где-то 30-25-30 человек было инжиниринг, то есть компания не очень большая, и я была вторым QA в этой компании. То есть QA-тим тоже достаточно отсутствовал, грубо говоря. Что это был за продукт? Вспомнить бы! Как он там назывался-то по-хорошему? То есть это Social Course, компания, название. Я запомнила, что есть молодец. Тем, что мы интегрировались с разными социальными сетями, сетями, и расшаривали контент для телекоммуникационных компаний, как AT&T, T-Mobile и всё такое. То есть у них очень много маркетинговых компаний идёт, и для того, чтобы помогать им как-то распространять контент маркетинговый, мы билдили, мы разрабатывали платформу для этого. А каким тестированием? Насколько я понимаю, всё-таки я не в этой индустрии, но всё равно я знаю, что есть... Я тоже не понимаю. Как бы ручное тестирование, да? А есть автоматизированное? Да. То есть в своей профессии, в своей карьере я в основном занимаюсь мануальным, то есть это ручным тестированием. И автоматизацией я больше начала заниматься на предыдущей компании совсем немножечко, после чего у нашей компании пошли дела не очень хорошо, и я быстренько переместилась в эту компанию. В этой компании автоматизация происходит с использованием Ruby языка, который для меня новый, я сейчас в процессе обучения. То есть я нагоняю эту информацию. Ты тоже стала переходить в автоматизированное тестирование. Расскажи, умирает ли вот это ручное тестирование, есть эта страшная легенда, что скоро ручные тестировщики не найдут себе работу. Как ты это чувствуешь? Ты недавно... Что я могу сказать, что если брать по рынку и вакансии, по рынку вакансий, то ручное тестирование вымирает. То есть 98 или там 99,9% вакансий, везде есть переписка, должен быть опыт автоматизации, использование всяческих, хочу сказать, тлов. Ты можешь говорить, потому что я думаю, что... Люди адекватно отнесутся, что некоторые вещи я говорю на английском языке, а не на русском, потому что я помню, что... Да и к тому же это полезно. Ну, оно где-то и полезно, но просто не хочется мешать два языка. Это иногда проблема. Тогда инструменты. Инструменты, да, то есть это спрашивают. Даже рекрутер при первом звонке уточняет, какой у тебя опыт по автоматизации. Моё мнение, ручное тестирование вряд ли вымрет, потому что автоматизация и ручное тестирование, они должны как бы сосуществовать. Одно помогает другому. То есть ты автоматизируешь вещи, при этом освобождая себя для более интеллектуальной работы. Но пока у нас не научились роботы, вот сейчас любят машины в лернинге и всё такое, и даже тулы для автоматизации разрабатываются на этом, чтобы обучать систему, и чтобы она делала за тебя, пока вот это будет не на очень хорошем уровне, всё равно очень много будет ручного труда и интеллектуального труда, чтобы разрабатывать эту самую сокровенную автоматизацию, которую все так любят. А вот когда ты поняла, что всё-таки нужно осваивать автоматизацию, как ты выбирала, ну вообще, как ты к этому пришла? Это очень просто. Как я уже сказала, сейчас на рынке труда такая ситуация, особенно в нашей силиконовой долине, кремниевой долине, что это один из требований в вакансии, что должна быть автоматизация. То есть 98%. Если ты хочешь перейти на другую работу, либо хочешь получить какое-то повышение в зарплате, то тебе просто придётся это сделать. Но, как ты сказала, здесь у вас на Руби автоматизация, но до этого ты, по-моему, осваивала какой-то другой. Вот как ты выбирала? Почему я выбрала Java? Если автоматизация происходит не с нуля, обычно кто-то уже за тебя начал автоматизировать, выбрав какой-то определённый язык, и ты просто как бы продолжаешь работать на этом языке. То есть, например, на прошлой компании у нас разработка велась на Java, и исторически автоматизация была на Java. И, соответственно, если ты хочешь делать какой-то вклад, например, делать какую-то поддержку, мейнтейнить тесты, то тебе придётся не изобретать велосипеды и не «О, ребят, давайте будем Python, у нас там огромная система, огромная платформа уже разработана, а мы сейчас всё просто перевернём, выбросим и начнём писать на каком-то новом языке, потому что я так хочу». Так не получится. То есть нужно примерно понимать, что уже компания использует на данный момент. И когда даже ты будешь смотреть вакансии, то там тоже будут в списке, в принципе, написано Python, Java, Ruby, что они используют и что они примерно будут спрашивать. Для каких-то компаний очень сильно важно уже заполучить специалиста с уже хорошими знаниями, потому что, возможно, будет разработка практически с нуля, либо у них очень слабая автоматизация. Но, например, как «Кредит Карма», они больше спрашивали, как ты мыслишь, им не важен был язык, и они дают больше тебе возможностей для того, чтобы ты выучил это внутри в компании. И тебе не обязательно знать именно Ruby. То есть ты можешь знать Java, ты можешь знать ничего, но примерно представлять, как это работает, чтобы просто нагнать эти знания уже, будучи в компании. Ну, это очень хороший пример, когда компания дает тебе возможность выучиться. Смотри, все-таки хочу вернуться к тому, когда ты учила Java. Да. Ты эти знания, ну, у вас же не было какого-то там курса, да, на работе. Ты где-то, я помню, что ты ходила, по крайней мере, на какие-то курсы. Да, первое, что Java я начала изучать, еще будучи в университете. Ну, это было совсем такие, не то, что незначительное знание, но просто сдать лабу и пошел. То есть я этому не придавала особого значения. То есть ты все равно что-то учил, ты этот язык видел, но ты его особо не использовал. Читать и писать, это немножко разные вещи. Потом, так как появилась какая-то необходимость, все-таки что-то писать на этом языке, я взяла курс в Berkeley Extension, по-моему, он называется, по основам по Java. Курс был нормальный, я бы не сказала, что я была впечатлена, я просто стараюсь всегда уважительно относиться к тому, что меня учат, да, но оценивая это адекватно, то курс был очень слабенький, и на первом курсе Гуира, иногда наши вот ребята фу-фу-фу, Гуир, там какие-то университеты, ну да, мы по каким-то советским еще методичкам учимся, но первый курс Гуира, первый семестр был ничем не хуже, чем Berkeley Extension курс, вот я могу четко это сказать, пройдя его. В общем, там я освежила знания, но самого интересного, что основные знания получила как раз-таки от Udemy, я прошла, взяла курс по ведению в Selenium, веб-драйвер, и там была разработка тоже на Java, то есть они как бы вместе работают, после чего я просто начала сама смотреть, как тестируется, или как автоматизация реализована уже в компании, разговаривать с автоматизаторами в компании, и уже оттуда получать какие-то знания, уже недостающие, чтобы их применять. Я просто хотела бы так плавно перейти к поискам работы вот недавним. Мне кажется, мы с тобой вроде недавно виделись, но уже, наверное, ты чуть ли не полгода здесь работаешь. Нет, я работаю здесь два-два с половиной месяца. Я устроилась 27 ноября, но оффер я получила первого, то есть я себе сделала небольшой брейк между работами. Ну вот получается, в Америке ты живешь уже около пяти лет. Пяти лет, да. И в этой компании, в предыдущей, ты работала все это время? Я работала сначала в одной компании год, после чего там стали происходить неясные вещи. Я поняла, что надо быстро делать ноги. Я устроилась в другой компании, тоже стартап, уже побольше, то есть на 600 человек. Там я проработала три с половиной года, и вот буквально два с половиной месяца назад я получила оффер от Create Karma. Что важно для тестировщика в резюме, как оно должно выглядеть? Это английский язык. Как проходили собеседования? Что они ищут, кого они ищут, и уже потом говорят, типа, tell me value. И вот это вот. Уже через какое-то время пишешь им фоллоап-письмо, фоллоап-письмо всегда пишется. Техническое собеседование, как они проходят для QI-специалистов? Окей, so... Окей, so, и поговорим на английском. У меня есть много друзей, которые пользуются Create Karma очень давно. Эту компанию очень много кто любит, она известная. То есть у нас примерно 90 миллионов пользователей в США, то есть огромнейшая компания. Как тебе работают здесь? У нас есть массаж, маникюрные специалисты, кофе-бар, йога, он-сайт. Как ты видишь свое развитие, как профессионал? Короче, мой основной фокус на этот год это автоматизация. Субтитры сделал DimaTorzok